Всем привет! Дорогие друзья, подписчики, а также гости этого канала. Приветствую вас! Сегодня хотелось бы вам рассказать о таком популярном певце, которого зовут Олег Винник. Певец Олег Винник настоящая звезда и покоритель женских сердец. Какие тайны хранит биография знаменитости, расскажу вам в этом ролике. А также о личной жизни, трагической смерти отца и творческом пути певца Олега Винника, смотрите в этом ролике. Несмотря на грандиозную популярность, Олег довольно редко дает интервью и старается охранять свою личную жизнь от журналистов. Но его биография общеизвестна, и это удивительная история успеха и карьерного роста. Олег родился в селе Вербовка Черкасской области 31 июля 1973 года. Среднюю школу он окончил в селе Красный Кут в соседнем районе. С детства Олег принимал участие в школьной самодеятельности, проявлял большой талант к пению. Будущая звезда еще в детстве освоил игру на электрогитаре. После окончания школы он поступил на хормистерский отдел Каневского училища культуры. Дальше Олегу повезло, преподаватели разглядели в нем дар, уговорились сменить курс и заняться вокалом. В эти годы Олег уже впервые выходил на сцену в качестве гитариста местной группы. После учебы первым местом работы стала Черкасская филармония. Уже в 20 лет одаренный парень стал ее солистом. Интересный факт. Мама певца до самой смерти проживала в родном селе Вербовка. По словам Олега, к ней периодически наведывались особо нахальные папарацци. Но он ограждал пожилую женщину от общения с журналистами. В рамках культурного обмена Олег Винник по обмену попадает в Германию. Во время стажировки молодой человек впервые видит афишу мюзикла и понимает, вот чем бы он хотел заниматься. Но сначала Олег берет старт в актерской карьере. Он получает предложение от Люксембургского театра Нижняя Саксония, где исполняет партии в опере Тоска, в оперете Паганини. Олег усиленно занимается вокалом, совершенствуя свои умения. Знаковой для него становится встреча с американским преподавателем вокала Джоном Лемоном, который восхитил талант молодого певца. И в ходе двухлетнего обучения в Гамбурге Олег ошлифовывает свое мастерство и с помощью авторитетного музыкального педагога. Овладевает новым для себя голосовым диапазоном. Лирика драматического тенора. Вокальный спектр Олега значительно расширился и в исполнении различных сценических ролей он с легкостью поет и тенором, и баритоном. Интересный факт. Певец любит поражать своих немецких друзей блюдами украинской кухни. Кулинария – одно из его главных увлечений. Добработницы у меня нет, я могу приготовить все сам, кроме выпечки. Могу в ресторане попробовать какое-то блюдо и приготовить его дома не хуже, а может и лучше. Если гости приходят, удивляю их блюдами тайской и кантонской кухни или украинским борщом, рассказывает Олег. В 2011 году Олег Винник возвращается в Украину и начинает сольную карьеру. Упор на концертные туры и живые выступления дает невероятный эффект. Уже три года певец в непрекращающихся гастролях. Билеты раскупают в первый день после поступления их в продажу, а в СМИ говорят о феномене Олега Винника. В чем секрет и почему эти песни так трогают зрители? На что Олег сам отвечает. Потому что в них настоящие живые чувства. Возможно, это и трогает в текстах моей музыки. Если бы я не пережил и не почувствовал всех эмоций, о которых пою, я бы не выходил на сцену. Первую песню «Аромат моей мечты» я написал в 2003 году. Показал ее профессионалам в Украине. Я тогда еще не умел делать аранжировок. И Бевешка сказал «Оцэ десятка». На нее снял очень красивый и дорогой клип. Тогда еще на пленку снимали. А потом пошло-поехало. Отец певца трагически умер несколько лет назад. Эту историю Олег рассказывал в одном из своих интервью, отвечая на вопрос, почему его родители никогда не появляются на концертах знаменитого сына. Отец так и не доехал на мое выступление. Я тогда давал первый большой концерт в Украине, после возвращения из Германии. Ему стало плохо по дороге ко мне. Наверное, он перенервничал и под влиянием положительных эмоций сердце его не выдержало. По словам артиста, мама лишь один раз присутствовала в зале. Несмотря на секретность фанатки, артистка каким-то образом узнали об этом и выкрикивали эту информацию во время выступления. По словам Олега, он не ожидал такого и даже испугался за мать, ведь женщина уже в преклонном возрасте. В конце 2017 года мать Олега Винника оказалась в центре скандала. Одна из фанаток артиста узнала адрес женщины и заявилась к ней в дом, требуя впустить ее. Фанатка врала, что Винник обещал ее приютить. Трагическим последствием такого визита стал инсульт у матери артиста. 28 мая 2018 года стало известно, что мать артиста скончалась. По словам певца, мама просила его ни при каких обстоятельствах не отменять своих концертов, так как считало его творчество главной миссией в жизни сына. Свой концерт на следующий день после трагических событий Олег посвятил память матери. В целом же семья Олега никогда не была публичной, потому рассчитывать на беседы и интервью журналистам не приводится. О том, что сердце певца уже занято, впервые стало известно в 2016 году. В одном из интервью Олег Винник признался, что влюблен. Его девушка украинка, но пара не появляется вместе на публичных мероприятиях. По словам Винника, личную жизнь он комментировать не собирается, но если официально сделать предложение своей избраннице, обязательно расскажет об этом поклонникам. Пока же в его паспорт нет того самого штампа, шутит артист. «Вы видели мою супругу? Не видели, потому что все личное – это табу», – говорит артист. «Естественно, 43 года мужчина не может быть один, но я не делаю никакого преступления, не рассказывая о личной жизни. Личное мнение интересно, с кем и как живут мои коллеги. Мне интересно, как они работают на сцене». Известно только то, что МИ приписывает роман с его бэк-вокалисткой. Но правда ли и неправда, не нам судить. Пусть у Олега будет все хорошо и в личной жизни, и в творчестве. Всех благ ему и всего самого-самого хорошего. Всем большое спасибо за внимание. Если вам понравился ролик, ставьте пальчики вверх. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, впереди еще много интересного. А также подписка вас ни к чему не обязывает. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи, любви, добра и мира. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok